Приветствую, друзья. 23 августа, ровно через два месяца после военного мятежа Пригожина, его самолет взорвался над Тверской областью. Взрыв был вызван, судя по всему, либо наземными средствами ПВО, либо заложенной бомбой. В любом случае, Пригожинский самолет погиб ровно так же, как сбитые наемниками Вагнера самолетами на Бароны во время похода на Москву. У меня нет никакого иного объяснения, кроме того, что это показательная месть. Месть Пригожину за мятеж, за свой страх, за публичное унижение, наконец. С чьей стороны месть? Ну, а кто 24 июня, в день Пригожинского мятежа, сначала пропал из эфира, потом сбежал из Москвы, а затем отправил Лукашенко фронтировать разруливание этой истории? Да и сам масштаб явления. Сбить частный самолет публичной фигуры в небе над Центральной Россией говорит нам о человеке, отдавшем приказ. Это Путин. И неважно, кого назначат стрелочником и какую версию будет расследовать Бастрыкин. Путин убил унизившего его человека, убил громко, публично, демонстративно, типа ответил за оскорбление. Делает ли это Путин сильным лидером? Лидером банды? Да. Но не государством. Вся, от начала до конца, история Евгения Пригожина – это история провалившегося или несостоявшегося государства, в которое Путин превратил Россию. Несостоявшимся или провалившимся государством принято называть страны, где государством потеряны какие-то базовые функции, взлет, а затем падение, причем в буквальном смысле падение Пригожина – это иллюстрация к деградации российского государства при позднем Путине. Для начала Пригожину был дан зеленый свет, скорее всего, неформально, конечно, на создание частной военной компании. Такие компании – это эффективный механизм для решения ряда специфических задач. Они используются многими. Выучка и финансирование, как у спецслужбы, но размеры задач армейские. Высокий профессионализм, но при этом отсутствие присяги и соответствующих ограничений. Такие солдаты неплохо работают в локальных и региональных конфликтах, а также в колониальных войнах. Для Путина ЧВК имели три важных дополнительных преимущества. Первое. ЧВК всегда позволяет сказать «нас там нет». Частная армия – это прокси-сила. Россия как бы участвует в конфликте, а как бы и нет. Получилось? Ну, значит, мы и не получилось. Какие-то наемники без опознавательных знаков, не имеющие к России отношения. Второе. В любом обществе есть некий предел, за которым оно нетолерантно к военным потерям. Хотя, глядя, к слову, на войну в Украине, начинаешь в этом сомневаться. Путин всегда считал, что российское общество гораздо легче будет переносить потери среди наемников, нанятых Пригожным за деньги, чем среди кадровых военных и тем более призывников. Третье. ЧВК, в отличие от регулярной армии, может зарабатывать на войне, чем снижает затраты на боевые действия. Это сильно напоминает пиратство или средневековые войны. Это также привносит в действие ЧВК логику, отличную от государственной или даже изначальной. Но на коротком временном отрезке это работает. При этом частные военные компании в России являются незаконными, а их участники попадают под статью УК о наемничестве. Это, конечно, давало и дает Путину хороший рычаг воздействия на Пригожное ЧВК. Если что-то идет не так, то они, сами понимаете, всегда под угрозой уголовного преследования. Но это же в среднесрочной перспективе напрочь убирает всякие тормоза и ограничения у ЧВК. Ведь если они и так за пределами правового поля, то нет особой разницы, как далеко они зашли. Если их не сажают за наемничество, то и за пытки не посадят, и за убийство. А если будут сажать, то плюс-минус еще одна статья уже не так важна. То есть эта конструкция изначально допускала создание квазилегальной, хорошо вооруженной тяжелым армейским оружием и привыкшей убивать банды в зоне искусственного слепого пятна государства. Затем началась война с Украиной. Достаточно быстро Путин увидел слабую подготовку и неэффективность регулярной армии. В этот момент и настал звездный час ЧВК «Вагнер». Пригожинские наемники, оказалось, обладают гораздо большим реальным боевым опытом и выучкой, чем другие подразделения, и действуют эффективнее. Пригожин стал решать боевые задачи, которые не могли решить другие подразделения. Единственная проблема – ЧВК заточено под решение локальных задач. Наемников физически мало. 5 тысяч подготовленных и дисциплинированных бойцов более чем достаточно для какой-нибудь Центрально-Африканской республики. Но для масштаба текущей войны – нет. ЧВК «Вагнер» резко расширило вербовку. Но людей не хватало. А люди в ЧВК были нужны. Нужны причем и Пригожину, и Путину. Пригожин понял, что может резко на пару порядков поднять свой уровень политического влияния, если даст Путину нужный результат на фронте. Ведь Путин не может позволить себе проиграть эту войну. В такой ситуации было принято решение дать Пригожину возможность набирать наемников среди заключенных. Это решение преследовало сиюминутные цели, но имело очень серьезные последствия. Нормальное государство базируется на нескольких основаниях. Государство имеет монополию на законное насилие. И если эта функция уходит от государства, или начинает исполняться не только государству, то государства больше нет. Чтобы вербовать новых наемников в тюрьмах, нужно иметь туда доступ. И вот мы читаем и видим истории, как Пригожин на личном вертолете прилетает в колонии, свободно перемещается по территории закрытых и режимных учреждений и командует персоналом зон. Система исполнения наказания начинает управлять некое частное лицо, не имеющее для этого никаких прав или законных оснований. Чтобы завербованные зэки оказались на фронте, им нужно покинуть колонию. Любой тип освобождения – это длительная и очень формализованная процедура. Помиловать осужденного может только президент. Лично. Но не Путин же ездит по зонам, отбирает и увозит зэков. Это делает Пригожин. Бывший грабитель, повар, а теперь хозяин ЧВК, решает, кого помиловать и кому дать свободу. Президентские конституционные полномочия перешли уголовнику. Неизвестно кем освобожденные и реабилитированные осужденные попадают в частную армию, получают от Министерства обороны оружие. Затем частная, состоящая из зэков, армия при поддержке регулярной армейской артиллерии, авиации и разведки идет в бой. Но наемники ЧВК не являются военнослужащими российской армии. Им нельзя передавать оружие. Они не могут пересекать государственную границу с оружием в руках и участвовать в военных конфликтах. Все это прерогатива государства. Прерогатива государства, также принятие закона, включая Уголовный кодекс, проведение суда, вынесение исполнения наказания. Но в ЧВК все делают сами. В российском УК нет смертной казни, в ЧВК она есть. Почти за любую провинность. Сами придумали наказание, сами провели суд, сами кувалды и на камеру привели приговор в исполнение. ЧВК на фронте выполняет приказания только своего хозяина. Он их нанял, он им и отдает приказы. То есть на территории другой страны есть поддерживаемая и экипированная российским государством группа наемников, которые действуют не по заданию этого государства, а в интересах и по приказу некого частного лица. Это частное лицо может выбирать цели и средства, требовать от государства вооружения и припасы, может вступать в публичный конфликт с официальными должностными лицами и не исполнять приказы военного командования. Шойгу! Герасимов! Где *** мои припасы? А еще это частное лицо может требовать от бизнеса скинуться на его нужды по ведению войны, что в нормальном мире называется грабежом. Путин для решения своих тактических задач и под заявление о могуществе и величии страны запустил ровно обратный усилению процесс. Процесс превращения России в несостоявшееся государство. В нормальном государстве войну ведет государство, а не частные лица. Только государство судит, только государство милует или наказывает преступников. Но ради тактической цели по удержанию власти, а войны что в Сирии, что в Украине никому кроме режима не нужны, Путин поставил само существование российского государства под угрозу. В этом государстве больше нет единой системы госуправления. На примере Пригожина все увидели, что любой может забрать у государства столько полномочий, сколько сможет и захочет. В этом государстве больше нет морали и правил. Убийц, маньяков, насильников освобождают из тюрьмы, награждают орденами, если они соглашаются применить свои навыки против врагов власти. Средневековые убийства, совершенные публично и на камеру, не расследуются, хотя всем понятно, кто их совершил. Служивые люди, армия и спецслужбы служат не государству, а прислуживают уголовникам. Ну и главное, государство – это правила. Правила поведения, правила наказания, правила смены власти. Путин давно разрушил правила в части смены власти. Мы привыкли к тому, что выборы – это профанация. Но была надежда, что с его уходом выборы вернут свое значение. Но ради решения локальной задачи Путин полностью перезапустил вот эти вот правила в стране. Теперь все решает только сила. Только люди с оружием, которые привыкли убивать. Теперь самым важным игроком в момент смены власти могут стать несколько тысяч наемников с тяжелым вооружением, частично состоящие из осужденных по самым тяжелым статьям, привыкшие убивать и не подчиняться никаким законам. Собственно, мы это и увидели 24 июня этого года. Марш Пригожина на Москву стал апогеем провалившегося государства. Группа наемников, незаконно участвовавшая в незаконной войне, вышла из-под незаконного контроля и попыталась поменять руководство Министерства обороны, кто и по пути захватила несколько городков. Чистое Средневековье. А закончился мятеж. Еще большим незаконным абсурдом. Дикая дивизия из наемников и уголовников, сбившая пару военных самолетов и пяток вертолетов, типа как договорилась с Лукашенко и ушла на территорию соседнего государства. Причем официальное российское государство признало это нормальным и заявило, что никаких претензий к мятежникам не имеет. Это и есть потеря суверенитета. Вот именно это, а не НАТО в Польше. 24 июня нам всем казалось, что большего бреда и распада государственности уже быть не может. Но Путин и тут, как говорится, всех переиграл и показал, что всегда есть куда падать. Пригожин совершил очень много преступлений. У меня есть к нему и личный счет. Трое убитых в царе журналистов. В Украине он натворил на несколько пожизненных сроков. В любом государстве Пригожин должен был бы оказаться в тюрьме. Но это в государстве. В государстве в России больше нет. Нет даже бандитских понятий. Галимый беспредел. Это было очень наглядно продемонстрировано в небе над Тверской областью 23 августа. Мне не жалко Пригожина. В конце концов, он даже свой заказ на мою голову так и не отменил. Но все-таки он должен был предстать перед судом. Ответить на многие вопросы. И пойти в тюрьму в соответствии с вынесенным приговором. Путин считает, что он продемонстрировал свою крутость. Ровно через два месяца. Ровно так же, как сам Пригожин сбивал российские военные самолеты. Ровно в тот момент, когда Путин на камеры участвует в торжествах с оркестром. Оркестром. Заметьте, и здесь символизм, хотя, возможно, и случайный. Но на самом деле Путин продемонстрировал слабость. Если главе государства для расправы над нарушившим и лояльность, и закон противникам нужно сбивать самолет, а не сажать его в тюрьму, то это не глава государства. Это глава банды. А на любую банду может найтись другая банда. Со своим ПВО, например. А государства в этой конструкции уже нет. Путин, как и многие престарелые бандиты, мечтает войти в историю. И есть вероятность, что именно переход России в разряд провалившихся государств и станет самым значительным наследием Путина в истории. Счастливо вам. Одним злодеям в России стало меньше, тем ценнее для суда оставшиеся. Продолжение следует...